Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня выпуски. Эксперты подтвердили высокий уровень подготовки нештатной спасательной группы атомной станции. Спортивные выходные в Десногорске. Каждый должен знать историю своего города, и мы не должны забывать своих первостроителей. Городской этап Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям». На плановом совещании с руководителями подразделений, исполняющий обязанности директора станции Алексей Лещенко, сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Текущее состояние – 26 энергоблоков в работе. Нагрузка – 18 350 мегаватт. Киум – 69,9. На Смоленской АЭС в работе первой и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 1982 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 5 июля находится в плановом капитальном ремонте. В соответствии с поданной заявкой, ремонт продлится до 25 августа. Выработка электроэнергии за июль составила более полутора миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 124 миллиона киловатт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС завершилась проверка готовности спасательной группы атомной станции к действиям в условиях нештатной ситуации. Эксперты отметили хороший уровень подготовки личного состава группы и дали рекомендации по совершенствованию знаний и навыков спасателей. Считаем целесообразным провести первичную аттестацию нештатно-спасательной группы вашей атомной станции. Предварительная проверка проведена в целом успешно. Проверка проводилась по трем направлениям. Оценивались теоретические знания, уровень физподготовки, сдача нормативов и практические действия по проведению поисково-спасательных работ на специальном учебном тренажере «Лабиринт». Проведенная проверка стала своего рода предварительным экзаменом перед предстоящей первичной аттестацией. К формированию нештатной спасательной группы Смоленская АЭС приступила в конце 2014 года. Наша нештатная спасательная группа предназначена прежде всего для проведения спасательных работ на объектах Смоленской атомной станции. То есть при любом чрезвычайном ситуации происшествий на любом объекте станции мы готовы будем выступить по предназначению. Весь личный состав спасательной группы прошел обучение и аттестацию. На ежемесячных сборах по специальной подготовке группа отрабатывает навыки работы с аварийной спасательной техникой, поиска пострадавших и оказание первой помощи. Аттестация нештатной спасательной группы Смоленской АЭС пройдет в конце этого года в Москве. Ее проведет отраслевая аттестационная комиссия концерна «Росэнергоатом». На акватории Десногорского водохранилища 30 июля прошла спортивная регата, посвященная Дню военно-морского флота. В открытом первенстве Смоленской станции, объединившем более ста спортсменов, за лидерство состязались юные воспитанники секции гребли на байдарках и каное и взрослые экипажи гребцов на лодках «Дракон». Данный вид спорта развивается, данный вид спорта позволяет привлечь широкие массы трудящихся к спорту. Я желаю вам всем бескомпромиссной борьбы, удачи в стартах, хорошего настроения и крепкого здоровья. Первыми на водной дорожке вышли 14 юных гребцов секции профсоюзной организации Смоленской АЭС, для многих из которых эти соревнования были дебютом. Они разыграли 7 комплектов медалей на дистанциях 200, 1000 и 2000 метров, на одноместных и двухместных байдарках и на одноместном каное. Ребята бились, вы видели, без руля они ушли против ветра, ходили по боковому ветру, крутились по дистанции. Я считаю, что они показали достойный результат для новичков, это хороший показатель. Азартные гонки развернулись среди мужских, женских и смешанных экипажей лодок «Дракон», которые состязались на дистанции 200 метров. Многократный чемпион соревнований мужская сборная Смоленской АЭС «Атом» в очередной раз подтвердила свое лидерство, показав лучшее время прохождения дистанции 55 секунд. В женском классе новый фаворит. В упорной борьбе в скоростном заезде лидировала сборная Смоленской АЭС «Фартовые чайки» с результатом 1 минуту 7 секунд. В гонках смешанных экипажей лидером также стала сборная Смоленской АЭС «Атом». В этот же день 32 команды Смоленской области боролись за победу в открытом первенстве Смоленской АЭС по пляжному волейболу. У нас в городе очень любят волейбол, как и другие виды спорта. Город у нас спортивный, играющих волейболистов много и, как оказалось, пляжников тоже достаточно. Среди юниоров лучший результат показали десногорцы Владимир Цупов и Владимир Ковалев. Среди женщин с 18 до 35 лет первое место заняли Ксения Вавилова и Александра Василькова из Сафонова. В категории с 36 до 45 лет лучшими стали смолянки Наталья Манькова и Людмила Кузьминкова. Среди женщин старшей возрастной категории победила сборная команда Анна Нихолина из Десногорска и Людмила Михеева, представляющая Смоленск. У мужчин с 18 до 35 лет на первой ступеньке пьедестала также сборная команда Константин Ефременков в Десногорск и Алексей Ковиченко в Смоленск. В старшей возрастной группе лучшими стали смоляне Виктор Глебов и Алексей Котлеров. Победители и призеры соревнований получили кубки, грамоты и медали. 31 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна состоялся турнир по баскетболу «Атомбаскет 3 на 3». Его организатором выступила профсоюзная организация «Смоленской АЭС». На спортивной площадке сразились 9 мужских команд из Десногорска и Смоленска. Победу в турнире одержала команда «Беда» из Смоленска. Второе место заняла команда «Ноль», состоящая из работников Смоленской АЭС. Третье место у команды «Техстрой» из Смоленска. Призы победителям и призерам предоставили профсоюзная организация «Смоленская АЭС» и администрация города Десногорска. Продолжается городской этап Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям», посвященного истории атомной отрасли города Десногорска и людям, которые ее создавали. На суд-жюри уже представлено более 50 работ. Героями видеоинтервью стали люди разных специальностей, те, кто был непосредственным участником исторических событий. В первой школе над созданием видеороликов трудятся три творческие группы, но на достигнутом останавливаться не собираются. Очень понравилось монтировать сковороду Геннадий Арсеньевич, он очень интересный человек, так интересно говорил. Один из вопросов, который мы задавали нашим участникам – какое ваше любимое место в городе? И теперь, когда нам уже все рассказали, мы можем составить такой определенный путеводитель интересных мест по нашему городу. Благодаря этому проекту мы научились быть командой. Каждый делал свое дело, независимо от того, как бы он его плохо или хорошо не делал, у нас в итоге все получалось прекрасно. Я считаю, что каждый должен знать историю своего города, и мы не должны забывать своих первостроителей. Когда мы с ними начинали, они думали – тяп-ляпа, готово. А потом они там включились и хотели сделать хорошо. И когда мы приглашали тех людей, которые проходили через нас, мы так их называем, мы смотрели им в глаза, общались, звонили, мы их видели фотографии или стали альбомы, это очень дорогого стоит. Напоминаем, что принять участие в конкурсе могут ученики 6 по 11 классы школ города. Для этого автору необходимо записать видеоинтервью с представителем старшего поколения и принести свою работу в Комитет по образованию Десногорска до 15 августа. Подробная информация о конкурсе расположена на сайте Комитета. Работы, прошедшие во всероссийский этап конкурса, будут размещены на официальном сайте «История страны Русатом». Авторы лучших работ будут награждены дипломами Госкорпорации «Русатом», ценными призами и путевками. Я всячески поддерживаю то, что делается, я считаю, что это очень-очень полезно, потому что из таких небольших коротких рассказов молодое подрастающее поколение может сделать далеко от идущих выводов и принять правильное решение, как себя вести, как работать, как учиться и так далее. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова